Друзья, всем привет! Сегодня у нас 4 сентября, давно я ничего не снимала. Ну, конечно, мы вступили с вами в рабочие осенние будни. Сейчас я иду с учёбы, время у нас 8 вечера. Иду я по Ставропольской, так как мой вуз находится именно здесь. Ставропольская у нас очень оживлённая улица, много всяких магазинов, аптек, вот даже кафешки есть. Сейчас я сейчас иду напротив кафе Уни. Это такая сеть как бы ресторанов по всему Краснодару. Выставить на Авито. Как вы видите, вечером очень много молодёжи идёт. В Сайке даже есть парикмахерские для перекуса. Магазины техники, вот ДНС справа от меня сейчас. У нас в последние дни была аномально жаркая погода. Просто невозможно было находиться днём на солнце. И я старалась вот всегда идти по тени. Сейчас вечером очень приятная погода, прохлада и комфортно. Вот справа магнит. Вечером уже трамваи не настолько забитые. Самый пик у нас в 6 вечера. Ну вот даже написано время, без 10 сейчас у нас. Но тем не менее, машин много на улице. Они же так, они, да. Они же типа кругались. Там прохладная путь на штоп, что машинка. Я, кстати, очень люблю в такое время возвращаться с учёбы. Уже темно, горят фонари, огни и красиво. И как вы, наверное, заметили, все первые этажи в пятиэтажках, они заняты под коммерческую деятельность. Вот, допустим, термарная аптека. Кстати, вот на районе, вот напротив вуза, в Черёмушках, очень много аптек. Я не знаю, с чем это связано. Выходишь с центрального входа и всё. Весь первый этаж нескольких домов усыпан аптеками. Это у нас трамвайная остановка депо. Хотела уже сказать западная. Я не помню, какое. Восточная вроде бы. Вот. И впереди меня идёт улица 2-я пятилетка. Тоже очень оживлённая. Здесь всегда очень много машин имена по этой улице. Ну всё, сейчас будет зелёный, будем переходить. Пошли. Это вот, наверное, даже стоит посчитать, сколько вот по одной стороне аптек расположено. На этой ещё не так много. Вот на противоположной там вообще перебор. Ещё я заметила, что в Краснодаре очень много кофеин открыто. Кофе, как получается, заходишь, берёшь и идёшь, пьёшь. Я в первый год моей учёбы жила как раз-таки на Ставропольской. Дом был рядом с дорогой. И вы не представляете, насколько было шумно. Если снимать жильё ещё где-то внутри, нормально, спокойно, хороший район, всё в шаговой доступности. Но вот угнетает конкретно шум вот машин. Они и днём, и ночью. Ночью вот особенно всякие там неадекватные личности гоняют на мотоциклах своих. Конечно, к шуму в большом городе привыкаешь. Но всё равно когда-то будет такой пик, когда вам захочется всё бросить и побыть в тишине. Может быть, вы ещё успели заметить, что я вот сколько иду, и везде платные парковки. Стоят вот автоматы, и люди могут вот так вот машины здесь поставить. Но, кстати, проблем с тем, чтобы заехать во дворы, нет. Поэтому можно машины оставить и там. А вот справа от меня фотоцентр. Я вот всегда там распечатываю фотографии. Я бы не сказала, что вот в Павропольской здесь особо так освещена, да? Фонарей вот что-то не примечают, только вот над дорогой. Но, в принципе, свет льётся от самих магазинов. Поэтому не темно здесь ходить. Ставропольская очень длинная. Она берёт начало дальше, чем Краснодарский вокзал. Краснодар-1. Я думаю, как-нибудь есть смысл пройтись её всю, показать вам. Ну и, конечно, другие какие-то улицы. Ну что у нас вообще есть такое на Ставропольской? У нас есть Плешниковский рынок, плещевой рынок, он считается. Есть у нас также, уже чуть-чуть подальше, в обратную сторону, тоже рынок. Там продукты. Я там овощи, фрукты себе покупаю. Это, по-моему, на улице Стасова. Установка, как раз, там такая есть, рынок. И вот прям выходишь, и перед тобой ворота рынка открываются. Вот я, кстати, сейчас иду. Я не сказала бы, что здесь сильная загазованность. Вот сегодня я не чувствовала. Иногда бывает очень сильно. Какая-то должна быть подорожка. Здесь есть. Кстати, вот еще хотела сказать про цены на жилье в районе Черемушки. Так как здесь очень много высших учебных заведений разных. Ну, не только высших, конечно, средних. То здесь жилье пользуется спросом. Все, кто имеет здесь квартиру, стараются ее сдавать. Сдавать для студентов подселение там или просто квартиру на год, как правило. Может быть, даже дольше. Вот. И мы, когда искали себе квартиру, я снимала ее с девочкой. И мы отдавали 15 тысяч без коммуналки. В коммуналку там, я не помню, сколько выходило. В зависимости, конечно же, от месяца. Есть отопление, нет отопления. И в среднем, в близости от вуза, именно жилье будет как раз вот снять вот где-то вот так. Вот 14-16 тысяч. Чем дальше от вуза, в любое направление, особенно вглубь, туда получается, то будет дешевле. Мы видели и за 12 тысяч. И, кстати, не имеет значения, однушку вы снимаете или двушку. Просто, может быть, и коммуналка чуть больше будет, но цены одни и те же, друзья. Здесь вот есть даже написано детская городская поликлиника номер 3. Ну, то есть с инфраструктурой вот здесь, вот конкретно в Черемушках, вообще проблем нет. Это один из самых старых районов. И тут есть все для жизни. То есть, если у вас ребенок, отправите в садик. Садиков много. Потом школы есть, гимназии есть. Также колледжи есть разные. Медицинские, педагогические. КУГУ, еще какой-то там южный менеджмент, а вроде он так называется. То есть, ну все. Но надо понимать, что здесь в основном жилье будет сдаваться в хрущевках, таких вот девятиэтажках, в пятиэтажках. Тут не так уж и много домов новых, которые устроят. Потому что все, вся земля, она уже раскуплена. Вот хлебница пекарни. Я в нее часто захожу. И когда я была у Вероники в Ростове, она тоже говорит, я деньги там тоже много оставляю, денег. Ну вот я сколько иду, ну все есть. Ну вот просто все. Даже для рукоделия магазин есть. Все, что нужно для жизни, здесь есть. А это лишь небольшая часть Тавропольской. Еще забавно, допустим, вот 2 сентября, то, что дети пошли в школу все. Я привыкла к чему? Что у нас на Урале все идут на 1 сентября в куртках теплых, в колготках. Вот. А здесь дети в очень легком, потому что вы понимаете, что температура сентябрьская, она вообще не отличается от летней. Такая же жара. Мне порой, знаете, жалко даже как-то детей, которые вот идут в школьной форме за бортом. Там 34 в тени. Это я не знаю, как они входят. Я в ВУЗ стараюсь одеваться в легкую одежду. Футболка, юбочка, ну и пошла. А дети там бюджики, жилетки, блузки, юбки. Вот. Жалко детей. Не знаю никак, как они там. Может быть, есть, конечно, кондиционеры в школах. Но вот у нас в ВУЗе, допустим, в очень маленьких аудиториях, например, очень мало аудиторий, в которых есть кондиционеры. Ну что ж, я вам показала улицу. Часть улицы Ставропольской. Если вам было полезно это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пишите обязательно в комментариях, что вы хотите увидеть. Потому что я планирую все-таки продолжать снимать в Краснодаре. На этом все. Всем спасибо. Пока. Пока.